всем привет меня зовут карина и сегодня у нас еще один troubleshooting 2233 он довольно таки простой давайте сразу же приступать у нас сегодня dtp и vtp и давайте просмотрим на наши все устройства с помощью команды show interface trunk и посмотрим может на каком-то из них у нас будет ошибка enable и вводим команду show interface trunk мы видим что эта команда не работает то есть у нас нет вывода это как этой команды это значит что наши транковые маршруты на этом устройстве не настроены давайте это проделаем на следующих устройствах возможно они настроены на других то есть также нет вывода и на s3 enable paste мы видим что ни на одном из устройств не настроены транковые магистральные каналы что плохо и нам придется это исправлять а также давайте введем команду show interface channel 1 switchport вот здесь все указано и посмотрим что у нас будет выведено также нужно будет это проделать для channel 2 на тоже s1 давайте откроем s1 paste switchport смотрим что у нас trunking of смотрим еще что у нас здесь видим что у нас static access а по идее должен быть trunk значит нам нужно будет это исправить давайте еще это проделаем для интерфейса channel 2 как указанной инструкции в нем по идее тоже static access потому что у нас не было вывода ранка давайте смотрим дальше что нужно сделать нужно повторить эти команды для channel 1 на s2 и channel 2 на s3 но так как у нас не было вывода команд show interface trunk я не буду это проделывать потому что очевидно что там тоже эти порты настроены в режиме static access и нам нужно будет это исправить и я предлагаю сразу же это проделать раз мы в s1 вводим команду konf t int range g 0 1 2 потому что у нас на s1 2 интерфейса и вводим команду switchport mod trunk мы перевели наш наши порты в режим тронкинга и его нужно теперь включить но шадан готова окей давайте посмотрим что у нас дальше на s1 у нас два интерфейса правильно наш че 0 1 и че 0 давайте теперь на s2 настроим наш интерфейс который у нас указан че 0 1 также enable konf t int g 0 1 switchport mod trunk mod trunk mod trunk готово готово но шадан давайте на всякий случай пропишем хотя он не так че что об и последнее устройство также констер switchport int g 0 2 switchport mod trunk все мы настроили наши транковые маршруты если мы ведем exit еще раз exit и do show интерфейс trunk у нас будет вывод интерфейсом и мы видим что у нас что у них статус trunking если вы проделаете эту команду на s2 и s3 то увидите что там тоже будет статус trunking значит мы настроили все по части 1 вот здесь давайте посмотрим дальше vtp у нас по идее будут проблемы с настройками сервера пользователя а также со строками паролей имя сервера и так дальше для этого у нас есть вот такая табличка с помощью которой вы будете записывать какие ошибки у нас есть vtp для этого давайте скопируем эту табличку c откроем excel вот он то есть я просто нажала c на табличке пока открывается excel давайте будем проделывать наши команды для того чтобы проверить настройки наших устройств у нас есть команда секунду забыла команду show vtp password и show vtp статус для этого exit и ведем команду ой and давайте ведем секунду and show vtp и статус мы видим что domain name у нас сисиной маленькими хотя по идее должен быть капсом operation transparent хотя s2 должен быть клиентом и пароль должна быть циска а мы давайте посмотрим какой здесь пароль show vtp password и пароль не настроен у нас уже открылся наш excel вот он давайте откроем пустой лист выделим необходимое поле любого размера ctrl v ok у нас создалась вот такая вот табличка готово мы проверяли устройство s2 давайте закрепим и мы видим что пароль not configured выделяем этот текст copy и записываю это в нашу табличку вот так вот так вот так вот так допустим здесь информация про пароль готово далее operation mode выделяем copy ctrl v и наш дом и name у нас с сисиной маленькими хотя должен быть сисиной капсом тоже copy готово то же самое нам нужно будет проделать на других устройствах and show vtp статус статус и show vtp паспорт паспорт не настроен это у нас с 1 дальше имя домино у нас вообще не настроен и operation mode у нас тоже transparent то есть такой же как и здесь ctrl c c ctrl v давайте точно то же самое проделаем на s3 быстренько show vtp статус show vtp паспорт пароль у нас cisco статус у нас transparent статус у нас такой но у нас правильно настроены domain name и это уже круто готово то есть из всех этих параметров у нас правильный только ccna я выделю это желтым давайте настраивать так как мы уже в s3 ведем команду conf t чтобы настраивать наш vtp и давайте сразу же приступим для этого вводим команду vtp vtp mod client готово то есть мы исправили на s3 вот это я сделаю его другим цветом чтобы мы знали что мы это уже исправили и пароль у нас должен быть по заданию циска с маленькой да а у нас он с большой буквы это нужно исправить для этого vtp password cisco с маленькой готово то есть вот это тоже мы настроили двигаемся дальше на s2 нам нужно настроить имя домина и все остальное vtp 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 давайте настрою пасворд нет давайте сначала по правильному нужно настроить vtp статус для этого где наше это вот наше задание u s2 у нас должен быть vtp статус какой это s2 s2 у нас клиент для этого ой здесь vtp mod client client далее vtp пасворд здесь na ой это cisco cisco готово и имя домина vtp domain name у нас cc na capse готово и последнее устройство это у нас s1 у нас у него уже будет немного другие параметры vtp cisco vtp vtp server vtp 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 что у нас с домейн домейн давайте настроили настроили пароли там где нужно исправили там где неправильный и настроили имя домена готово эту табличку нужно будет сохранить как pdf файл и скинуть также на сессии на netacad давайте дальше последнее что у нас осталось это назначение порта я уверена что у них будут ошибки потому что у нас выполнено 45 процентов из 100 и чтобы не проверять каждый порт отдельно я предлагаю просто перенастроить все тем более это будет намного быстрее чем проверять а на s2 в режиме конфигурации настраиваем интерфейс первый у нас будет f01 все делается по вот этой вот табличке интерфейс 01 switchport switchport access вилан например 10 switchport вилан 10 далее у нас f09 switchport access вилан 20 и последний это 17 и вилан у нас 30 готово и последнее что у нас остается это s3 все так же по вот этой вот табличке инт int f01 ой 08 простите switchport access вилан 10 далее у нас 016 switchport access вилан 20 20 и 024 switchport access вилан 30 готово наконец-то мы сделали весь трабл шутинг исправили все ошибки у нас 100 баллов места думаю вас точно так же если нет вводите разные типы команды шов и проверяйте что не так а на этом все всем пока а вот сейчас все и а все у нас хорошо и все вот все